В новом храме в микрорайоне Новая Самара прошла первая литургия. Название церкви приурочили к празднику введения во храм Пресвятой Богородицы. После богослужения награду от епархии получили меценаты, помогавшие в строительстве. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий обратился к прихожанам. Это еще один молитвенный очаг. Это то, что будет сохранять нас, наш город. Благодать Божья, она касается не только человека, но по молитвам человека я освещаю местность. Дай Бог, чтобы в этом храме находили, прежде всего, молительные общения с Богом, Божьей Матерью. Вспоминали на литургии о жизни Девы Марии в детстве. По церковному преданию в три года родители привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась до тех пор, пока не обручилась с праведным Иосифом. Новый настоятель храма напомнил верующим христианам на примере Богородицы, что у Бога нет ничего невозможного. Святая Дева Мария была детем молитвы. Она родилась у бесплодных и престарелых родителей, которые буквально вымолили ее у Бога. Это еще раз напоминает о том, какую важную роль играет молитва в нашей жизни. Жители поселка Мехзавод микрорайона Новая Самара долго ждали своего храма. Теперь служить Богу можно буквально не отходя от дома целыми семьями. Прихожане рассказывают, до этого приходилось ходить в церковь за пару километров. Я многодетная мама, у меня трое сыновей. И, конечно, мне очень хочется, чтобы они тоже были вместе со мной в этом храме, приводить их, потому что без помощи Божьей воспитать детей просто невозможно, настоящих православных христиан. Поэтому это счастье, это большой праздник для нас, для жителей микрорайона, что вот есть у нас на нашей территории новый храм. Прихожане своего священника знают хорошо, он служил и в прежнем храме. Поэтому новое святое место пустовать не будет. Народ готов ходить молиться и в праздники, и в будни. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Субтитры создавал DimaTorzok